Чужое золото Автор сценария Дрэм Фарбер Режиссёр Оскар Витбрэд Джерико 1854 Наши герои случайно подслушивают, как Бонс и Эрнет строят планы по ограблению дирижанса с деньгами. Я думаю, после этого дела можно спокойно уходить на пенсию, приятель. Я не намерен этого слушать. Но когда они сообщают об услышанном помощнику комиссара Дэнксу, его информация не интересует. Но они определенно должны ограбить дирижанс в следующий вторник. Странно, потому что во вторник в Джерико никаких дирижансов не приезжает. Так, не шевелиться, если хотите дожить до ужина. Но, разумеется, дирижанс грабят. Из Мельборна на помощь в задержании бушрейнджеров присылают сержанта Коллинзу. Бушрейнджеры должны что-то есть, верно? Наши герои держат военный совет, чтобы придумать, как доказать связь между мистером Лавджоем и этими бушрейнджерами. Надо установить наблюдение. Отсюда видно дорогу для телег. Джек и Клео идут за телегой мистера Лавджоя и натыкаются навстречу между ним и бушрейнджерами. Они следят за бушрейнджерами дальше и узнают, где их логово. Но злодей Эрнест ловит их. Так, так, так. Мои любимые мелкие выродки. Мои любимые мелкие выродки. Они как сквозь землю провалились. Интересно, что они там затеяли? Уже поздно, Бекки, на улице темно. Да, они скоро вернутся. Пошли, наверное, в гости к Шону. А ей становится лучше с каждым часом. Заходи, Шон, заходи. Ты не видел Джека и Клео, Шона. Я поэтому и пришел. Видите ли, мы решили следить за Лавджоем и проверить, не выведет ли он нас на убежище бушрейнджеров. Бушрейнджеров? Клео и Джек проследовали за ним до ущелья Каламамайт. А почему они до сих пор не вернулись, я точно не знаю. Лавджой вернулся, может, они заблудились? До ночи же там жуткий холод. Возможно, они нашли какое-нибудь укрытие. А может, они нашли бушрейнджеров? Больно? Я вроде сказал вам, чтобы вы там заткнулись, нет? Отвечай, мелюзга. Вроде да. Вроде да. Вас я ненавижу, как никого другого из детей. А знаете почему? Знаете почему? Нет. Потому что вы считаете себя умнее меня. Да? Эрни? По-моему, выход есть только один. С чего вдруг мистеру Лавджой понадобилось ехать навещать бушрейнджеров? Потому что дети считают, что они сговорились и действуют сообща. Что за глупости? Возмутительно. Этот человек пытается очернить доброе имя мистера Лавджой, поскольку знает, что мистер Лавджой может подтвердить, что он преступник. Разве не так, мистер Дэнкс? Я не знаю, замешан мистер Лавджой в чем-то или нет. Я просто объясняю, почему мои дети последовали за ним. Этот человек известный злодей. А вот этот мальчишка, сын ирландского баламута и отпетый лжец, чему есть много свидетелей, что касается Джека, которого этот человек называет своим сыном. Он известный специалист по кривете на невинных граждан. Да как вы смеете? Слушайте, уже поздно. Мы все порядком устали. Я предлагаю пойти к мистеру Лавджой и выслушать, что он скажет в свое оправдание. Да, сегодня я был во враге Коломаницы. Доставлял провиант двум старателям. Это ведь не преступление, не так ли? Конечно нет, мистер Лавджой. Где эти люди живут? Не знаю. Все золотоискатели очень нервничают, когда им задают вопрос, где находится их прииск. Мы договариваемся о встрече за много милятых жилья. Да, они такие. Они не любят давать никому знать, где они работают. И как же их зовут, понятия не имею. Они всегда расплачиваются наличными, а я никогда не спрашиваю, как их зовут, они никогда не спрашивают, как зовут меня. Вы видели сегодня кого-нибудь из детей Гринвудов? Нет, и слава Богу. А они говорят, что следовали за вашей телегой. Интересно, зачем? Пронырливые крысят. Они заслуживают всего? Пропало два ребенка. В конце-то концов. Мы всего лишь просим вас помочь нам найти. Вот если бы вы внимательнее следили за ними изначально, ничего бы этого не произошло. Мистер Лавджой, можете оскорблять меня и даже мою жену и говорить про нас любые гадости. Мы люди взрослые и можем за себя постоять. Но если вы или эти бушрейджеры тронут хотя бы один волосок на голове моего сына или его друзей, я поотрываю вам руки и ноги. Это я вам точно обещаю. Вы меня поняли? Я не обязан выслушивать всяческие угрозы. Ну что, видите? Что я вам говорю? Он сумасшедший. Безумный анархист. А вы? Успокойтесь. При первом же свете дня отправим поисковый отряд, мистер Дэнкс. О, Господь! Чьё милосердие безграничны. Убереги наших любимых Джека и Клео от любой опасности, в которой они могли бы оказаться. Аминь. Господи, прошу Тебя. Не дай их в обиду. Аминь. И Прошу, прости мне мою ярость, гнев и ненависть. Только через любовь и веру в Тебя мы можем хоть чего-то добиться. Да свершится воля Твоя. Аминь. Клео, ты не спишь? Нет. Тебе не холодно? Немножко. Давай сюда. Так лучше? Спасибо, Джек. А ну заткнитесь, или пристрелю на месте. Паунс, Джонсон, вы отправляетесь к мосту. За палаткой. Линь-Пинь, идите вдоль ручья, я за вами. Вы Гринвуды, попробуйте поискать там. Сержант, я думаю, вы можете поехать по тропе вверх на холм. На тот? Да, да. Я так и сказал, да. Паунс, Джонсон. Паунс. Почему нас не берут на поиски? Они могут заблудиться с таким же успехом, как и мы. Жаль, что мы ничего не можем сделать. А я рад, что здесь этот полицейский. Теперь Дэнксу придется хоть что-нибудь предпринять. Эй! Что? Надо подзвать Беджинду. Зачем? Ну как? Абригены – отменные следопыты. Точно, я подумал то же самое. Врешь. Пошли. Беджинда! Быстрее. Нам нужно идти, мы должны найти Клео и Джека. Я поэтому и пришел. Быстрее. Джек! 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 Где они? Вышли на улицу. Клео, отсюда нужно бежать. Этот чертов Эрнест сумасшедший. Сумеешь распутать свои руки? Мой отец завязывает специальные узлы. Нашла время, когда говорить. Но я попробую. Биджинда? Зачем ты себя размалевал? Это боевая раскраска. Впереди плохие люди. Сюда. Это они. Молодец. Шон, беги за полицией. Я разведу костер. Дым заметят другие. Ясно. Я недолго. Тогда нас точно повесят. Это единственный выход. Я не прочь подстрелить констеблю другого при самозащите. Но я не уверен, что смогу выстрелить в пару детей. Вот так вот хладнокровно. Если хоть один ребенок укажет на нас на суде, нам точно не миновать виселицы. Давай просто оставим их здесь. Слушай, в нашей банде главарь я. Планированием занимаюсь я. И я считаю, их надо грохнуть. Джек! 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 У меня рука не поднимется застрелить ребенка. Клэр, ты вроде чревовещательницы. Слушайте, я отведу вас на маленькую прогулку по лесу. Наверное, это и есть их логово. Бежим за полицией. Надо самим успеть сбежать, пока они не вернулись. Нет, не надо. Беги за помощью. Где она? Нет. 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 Я не могу. КОНЕЦ 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 Я их убью. КЛЕО КЛЕО Мистер Гринвуд! Мистер Гринвуд! Мистер Гринвуд! Господи, это Шон! Шон, есть какие-нибудь новости? Мы их нашли. Они в маленькой долине сразу заколонимаются тем оврагом. С ними все в порядке. Они в лапах бушрейнджеров. Ребекка, беги за полицией. Беджинда развел костер. Скажите полиции, пусть идет на дым. Люк! Люк! Будь осторожен! Люк! Будь осторожен! Слыши, выродок. Я был всем доволен, пока не появился ты. Ты испортил практически все. И ты за это поплатишься! Понял? Успокойся, Эрми. Кучер-дилижанса уже поднял тревогу, вернувшись в Джерико. Рано радуешься, потому что, уходя отсюда, мы сожжем все улики. Включая тебя. Давай золото сюда. Почему это я должен отдать его тебе? Неважно, у кого оно. Мы все равно заодно. А если мы вдруг потеряемся? Но потом снова найдемся, не так ли? Значит, неважно, кто понесет золото. Слушай, что на тебя нашло? Одно движение, и ты покойник. Джек, беги, тебя убьют. Я пришел всего лишь забрать домой своего сына. Он выведет на нас полицию. Полиция уже едет сюда. Все кончено. Это для тебя все кончено. Просто дайте, я заберу его и уведу домой. Одно движение, и мальчишке конец. Папа, не надо. Папа, не дай ему выстрелить в тебя. Я тебе это еще припомню. Папа, осторожно. Папа, он убьет тебя. Не с места. Бросьте пистолет и медленно развернитесь, пожалуйста. Очевидно, это ваши деньги, сэр. Рад, что они нашлись. Спасибо, сэр. И в следующий раз, позвольте ловить преступников тем, кто занимается этим профессионально. Значит, Дэнкса можно исключить. Не остри, Шон. Господин полицейский прав. Что теперь случится с мистером Лавджоем? Ну как, ничего. Он не нарушил никаких законов. Но он дружит с бушрейнджерами. Он это отрицает. Говорит, что только снабжал их продовольствием. Среди воров все-таки есть честь. Неизвестно в Орлеон. Верное замечание. Слышишь, Бекки, что теперь будет с бушрейнджерами, сэр? Их отвезут в Мельбурн и отдадут под суд. Когда? Мы уезжаем завтра утром. Хотя официально я не могу одобрить ваш самосуд. Вы вели себя очень храбро. И мне есть за что вас благодарить. Да ну что вы, ерунда. Да, одно последнее много, господин полицейский. Несколько месяцев назад вы арестовали француза. Да, по имени Марсель. Помню. У меня до сих пор звенет от него в ушах. Никогда не встречал такого болтливого закрученного. Не могли бы вы взять с собой некоторую сумму денег, чтобы погасить его долги? Сколько задолжал твой папа Клео? Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, господин полицейский Дэнкс. Не может быть. Вы наконец-то поймали их. Хотел бы сказать спасибо за то, что ты выбил пистолет из рук Эрнеста. Я постараюсь, чтобы судья учел этот момент. Большое спасибо, сэр. Ну что, ты не за что? Я могу что-то сделать для тебя. Что угодно, если это в моих силах. У меня есть мама. Эрне раньше писал ей, но потом перестал. Вы не напишете ей за меня? Ты хочешь сказать, что ты не умеешь? Нет, писать я так и не научился. Ее адрес здесь. Что ей написать? Что я цел и невредим, и получил очень хорошую работу. Постоянную. На государство. Ладно, напишу. Скажите, что я о ней думаю, пусть не волнуется. Ради бога. Хороший у вас сын. Я ни в коем случае не хотел бы видеть его убитым. До свидания. До свидания. Постарайтесь помогать офицеру Дэнкса. В душе он человек не злой. Не закрывай глаза, когда ложишься спать, выродок. Я еще вернусь и сведу с тобой счеты. В чем дело, Джек? Другие спрашивают, где ты, и зовут играть. Нет у меня настроения. Это ты написал? Мне папа подарил. На той же неделе, когда заболел лихорадкой. А? Вот, значит, в чем дело. Нет. Просто... У меня странное отношение к Люку. Странное? Что значит странное? Ну, как я раньше к нему относился. Как поступал с ним. Столько всего он и говорил. Я был просто ужасным. Ну, ты делал это не просто так. И он понимает. Да, конечно. Он знает, тебе не хотелось забывать родного отца. Я всегда считал Люка трусом. И называл его трусом. А он не такой. Эрнест собирался убить его. А Люк совершенно не боялся. Боялся. Все мы иногда боимся. Но он был готов на все. Его бы и сто пистолетов не остановило. Он бы спас тебя. Он знал, что поступает правильно. Ты думаешь? Он любит тебя больше собственной жизни, Джек. Забавное это место. Заставляет о многом забыть. Мы никогда полностью ничего не забываем. Наши сердца достаточно вместительные. И в них лежит все, что мы туда кладем. Но вот сидеть с мрачным видом – это неправильно. Вспоминать не значит мрачнеть. Оно разбилось. Но его можно починить. Люк склеит. Он хорошо умеет чинить вещи. Все будет прекрасно, Джек. Я тебе обещаю. Боюсь, моя профессия намного менее, как это сказать, экзотическая, чем ваше, месье Марсель. Я окружной судья. Судья? Я только из тюрьмы и уже оказался в обществе судьи. Из тюрьмы, сэр? Небольшое недоразумение, связанное с небольшим долгом. Но теперь оно полностью разрешилось. Долг выплачен. Благодаря щедрости друга. Все хорошо, что хорошо кончается. Я возвращаюсь в Джерико, чтобы отблагодарить этого друга за его доброту. И вернуться к дочери. Она у меня принцесса. Боюсь, цель моего визита не такая приятная. Мне предстоит разыскать целую кучу нечестных старателей, отказывающихся оплачивать лицензию, а также призвать к ответу поджигателя и без пяти минут убийцы, бежавшего сюда из Дарли в Англии. Да? Да. Он семьянин и старатель, надеющийся остаться незамеченным. К счастью, его кто-то узнал и поставил в известность власти. Да? Чужое золото. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok